МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте на телеканале НИКТВ новости в студии Екатерина Киселёва и в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выбор сделают калужане. Губернатор подвёл итоги года и рассказал, почему идёт на выборы. Радость в старость Деда Мороза ждут не только дети, но и бабушки и дедушки. Новогоднее чудо. Маленькая Анна Сёмина стала пятитысячным ребёнком, рождённым в этом году. В Калуге сегодня отмечали день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В декабре 41-го тяжёлые бои велись бойцами 50-й армии. Основные силы наших войск подошли 29 декабря. И к 11 утра следующего дня город был полностью освобождён. События тех дней сегодня по традиции вспоминали на площади Победы. Каприза погоды никого не испугали. Даже пост номер один, который при такой погоде по нормативам может не выходить, сегодня в полном составе и при параде. Мы свободны, да, и не под игом того государства, которое хотел нас захватить. Это знаменательный праздник для всех нас, как для россиян. Память о тех героях, которых Бог благословил смелостью, решимостью защищать нашу Родину. И у них это благополучно получилось. Мы должны помнить о тех, кто нас освободил, кому мы обязаны. Тем более, видя, что сейчас творится. И главное не то, что мы сами уже, так сказать, свои идеологии окрепшие люди, а вот молодёжь, о них надо заботиться. Гордость, счастье, радость. Подскажите, я же троечник. Ну вообще, думал когда-нибудь, что было бы, если бы не освободили? Я думаю, что ничего бы не было, то, что сейчас, как есть. Это, не знаю, сейчас счастье, это для всех радость. Я так думаю, то, что освободили, мы живём, то есть есть, как бы, своя Родина, и всё, а мы независимы. Мы бы хотели выразить благодарность тем, кто отдал за нас жизни, те, кто воевал, был готов отдать за жизни, за наше будущее, светлое будущее, наполненное любовью и миром. Остался лишь один живой свидетель и участник тех исторических событий Полина Королёва. Ветеран Великой Отечественной, а тогда молоденькая медсестра находилась в составе 50-й армии, которой отводилась важная миссия внезапно атаковать немецкий тыл, который прочно обосновался в Калуге. Воспоминаниями она поделилась с Натальей Жилиной. На фронт Полина Королёва отправилась во второй день войны из деревни Устинова в Ферзиковском районе. Сюда же вернулась после демобилизации, вышла замуж. Здесь проработала более 40 лет медсестрой. Сейчас ей уже за 90. Муж, бывший блокадник, умер. От некогда большого хозяйства остался только кот Васька. За старенькой мамой ухаживают дети. Недавно от государства участница войны получила квартиру в Калуге и теперь готовится к переезду. Ради гостей с телевидения она надела ордена, которые достает все реже. Тяжело стало. Я уже председатель ветеранского. Я говорю, я половину сниму. Не снимет, конечно. Шутит. Не имеют цены награды за боевые заслуги, за сталинградскую битву, за взятие Кенигсберга. За каждым орденом и медалью кровь, пот и слезы. Свои и сотен солдат, спасенных молоденькой медсестрой. Само слово «война» – тяжелое слово. Война – это самый тяжелый труд. Вы не можете представить. Все могут представить, кто был там. Я видела все на войне. И разрушенные города, и села. И видела смерть. И она ведь кровь видела. И смерть кружилась четыре года подо мной. И чудом осталась. Война для Полины Королевой началась с обороны Тулы и окружения, из которого ее часть вырвалась чудом. В составе 50-й армии ее направили освобождать Калугу. Пробирались пешком. Бои за город, в котором немцы разместили крупные склады, ремонтные мастерские, госпитали вели девять дней. Потеря Калуги ставила врага в тяжелое положение и дезорганизовывала тыл. Поэтому фашисты отчаянно оборонялись, потеряв более пяти тысяч солдат. Не можно представить. И сверху бомбили, и снизу, и везде. Первым, я не знаю, почему его не оценили нашего командира полка Краснопилцева. Он первый ворвался в город. Он же удержал захват, первый прорвался и задержал этот участок. Не давал немцу, хотя так все время были без конца. Раненых было дополна. Сориентироваться в городе могли бросившиеся на помощь горожане. Они спасали раненых, кормили солдат. Калужские школьники выступили в роли настоящих разведчиков. Они сопровождали, они рассказывали, где немцы находятся, где можно проход сделать. Новый 1942 год Полина Королева встретила в Калуге. Из Москвы бойцам прислали сладкие подарки. Два вагона подарков из съестных припасов, которые немцы приготовили для себя, раздали местным жителям. А потом были бои за Юхнов, непролазные болота, долгая дорога до Кёнигсберга. Страшно было под пулями выносить с поля боя раненых, но еще страшнее слышать от них «пристрели меня». Не пристрелила никого. Лаской и уговорами возвращала желание бороться за жизнь. В канун освобождения Полину Сергеевну пригласили в областной центр. Калужский городоначальник вручил ветерану подарочные сертификаты на холодильник и СВП. Пообещал помочь с ремонтом ванной комнаты в новой квартире. За чашкой чая звучали слова благодарности и признания за великий человеческий подвиг. В ответ Полина Сергеевна пожелала нам всем в Новом году здоровья и мирного неба. Наталья Жилина, Михаил Андросов, телекомпания НИКТВ, Ферзиковский район, Калуга. В течение всего дня мы ждали хороших новостей из Людинова. В понедельник около 8 часов утра там произошла авария на теплотрассе. Ее оперативно устранили, однако минувшую ночь жители микрорайона Сукремль провели в холодных квартирах. И только сегодня, ближе к вечеру, в городской администрации нам сообщили, что отопление налажено. Но согрели еще не всех. Не восстановлено отопление теплопунктов, которые питают дома в микрорайоне Сукремль. Не восстановлено дома теплопунктов, отопление теплопунктов на улице Герцена. В силу тех обстоятельств, что при заполнении оказалась проржавела труба, питающая эти теплопункты. Участок ее длиной 1 метр. В данный момент ведутся работы по устранению этого. Сегодня этот участок трубы будет заменен и заполнена система отопления. А промерзание труб в домах практически быть не должно. Естественного прироста населения мы пока не добились, но рождаемость растет, а смертность сокращается. И разница между ними сравняется года через три, сообщил калужский губернатор президенту. Что вы делаете для того, чтобы демографические процессы улучшили, чтобы тенденции сохранить положительные? Что касается многодетных семей, у нас региональное законодательство принято на этот счет. И для семей три более детей мы или предоставляем жилье, или участок обустроенный, где вся инженерная инфраструктура. А насчет детских садов как у вас решается вопрос? У нас с трех и семи очередь закрыта. Значит, мы ее уже два года, а этой проблемы у нас нет. Но за счет того, что мы каждый год все вводим и вводим новые места в детских садиках. Пятитысячного ребенка впервые в истории зарегистрировали накануне Нового года в Калуге. Девочка по имени Анна появилась на свет 20 декабря. Сегодня счастливый отец Александр Семин, помимо юбилейного свидетельства о рождении, получил благодарственное письмо от губернатора и подарки. На одном ребенке молодые родители останавливаться не собираются. Конечно, так не подгадаешь, но эмоции заплескивали очень сильно. Надеялись, ждали, что все будет хорошо, как бы, ну, волнение. Ну, все нормально вроде произошло, все хорошо. Будем делать задел на то, что пятитысячный уже преодолен шаг и будем уже идти дальше, дальше, дальше. То есть вы планируете, что первенец будет у вас не единственным? Да, 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 да. Будем планировать, работать над этим и будем стараться. Добавлю, в прошлом году в Калуге родилось 4826 детей. Любовь с препятствиями. Юные воспитанники интерната в Смоленской области ждут ребенка. Но если их самих не усыновят, новорожденные отправятся в дом малютки. Помочь подросткам сохранить и вырастить собственного малыша хочет жительница Юхновского района Юлия Жемчужникова. Она уже воспитала пятерых родных и двоих приемных детей. Но сделать еще один благородный поступок не позволяют органы опеки. Почему, разбиралась Анастасия Юрко. Эти кадры наши смоленские коллеги сделали более месяца назад. На них воспитанники Сафоновского интерната Полина и Олег, которые ждут ребенка. Им всего по 15, и они уже выслушали немало гневных реплик в свой адрес. Закон не позволяет новорожденному остаться с родителями в интернате. По крайней мере, до 16-летия юной мамы. Единственный способ сохранить семью – найти людей, которые смогли бы взять Полину и Олега под опеку. В то, что найдутся такие альтруисты, верилось с трудом. Но они нашлись. Пытающее время понять, зачем я живу, для чего. В какой-то момент я поняла, что бизнес не нужен. И нужно делать какое-то дело более для сердца важное. Юлия Жемчужникова – одна из тех чудаковатых людей, которые мечтают изменить мир к лучшему. У нее три высших образования. Она воспитала пятерых своих и двоих приемных детей. Трое старших создали свои семьи и разъехались. С младшими женщина поселилась в забытом богом селе под названием Куновка Юхновского района. Историю Полины и Олега она узнала из интернета. Она никогда не видела их вживую, но то, что они свои, почувствовала даже через телефонную трубку. Девочка – это Полина. Она говорит пароли мои, что любовь для нее главная, что она не хочет с ребенком расставаться, что для нее другое не важно, а вот важно вот это. Дальше с ней разговариваю, она другие какие-то говорит пароли мои. И парень, в общем, тоже. Конечно, у меня с девочкой больше контакта. С ним надо такой ближе. Поэтому мои дети. Но вся сложность положения в том, что органы опеки Юхновского района не позволяют взять женщине сафоновских сирот под свое крыло из-за отсутствия нормальных жилищных условий. Юлия убеждает, что в полуразваленном доме она только зарегистрирована. Жить во временных постройках они будут с детьми недолго. Скоро будет построен новый дом. Но чиновники отказались идти на конфликт с законом, после чего женщина объявила голодовку, собрала документы и пытается сейчас получить заключение в столице. В Москве квартира у нее, а здесь она зарегистрирована в несуществующем доме, в разваленном доме. Регистрация временная до марта месяца у нее. Что однозначно здесь она заключение по жилищным условиям не получит. Оценить жилищные условия в Куновке нашей съемочной группе не удалось. Туда попросту не проехала машина. Встреча с Юлией состоялась в чистом поле за 3 километра от ее дома, куда она вышла нас встречать. Вот фотографии ее дома. Лошадь, кролики, есть коровы, земельный участок. Юлия с детства приучает своих детей к труду и считает, что это нормально, если они растут на лоне природы и умеют преодолевать трудности. Даже если это расстояние в 3,5 километра по пути в школу. Женщина рассказала, что пытается сейчас оформить разрешительные документы в Москве, где у нее есть квартира. Голодовку не прекратит, пока дело не сдвинется с мертвой точки. Тем временем мы решили связаться с подростками, чтобы выяснить, знают ли они об образе жизни женщины, которая хочет стать для них матерью. Полина сейчас в роддоме. И лучшего варианта, чем пойти жить к Юлии, она не знает. Ребенок должен родиться в начале января. Удастся ли сохранить хрупкое единство этих троих, по сути, еще детей, этот вопрос по-прежнему остается открытым. Анастасия Юркович, Ислав Долгопятов, телекомпания НИКО-ТВ. Торги на московской бирже сегодня открылись с укреплением рубля по отношению к основным валютам. Официальный курс доллара, установленный Банком России с 31 декабря, составляет 56 рублей 25 копеек. Это на 42 копейки ниже предыдущего значения. Евро подешевел на 71 копейку, а теперь стоит 68 рублей 34 копейки. Аналитики тем временем предупреждают о возможных скачках валют в праздники. На московской бирже в новогодние каникулы будет 4 торговых дня, за которые курс рубля из-за небольшого объема торгов может как резко расти, так и резко падать. Именно на предновогодний период приходятся значительные выплаты, которые связаны с большим спросом именно на рублевую массу. Это имеется в виду налоговые платежи, приходящиеся на конец года. И традиционно в России в декабре происходят большие различного рода премиальные платежи в дополнение к заработной плате. Поэтому в этот период относительно возрастает спрос на рубли и, соответственно, относительно падает спрос на валюту. Но этот фактор, как вы понимаете, он быстроприходящий и, соответственно, возможно, обратное колебание курса. Реальная стоимость рубля, говорят эксперты, будет определена только после окончания всех праздников, когда на рынок выйдут крупные банки и экспортеры. Итоги года и прогнозы на 2015 год от руководителя области. Анатолий Артамонов ответил на вопросы журналистов областных СМИ. Один из главных, заданный губернатору на брифинге, почему он решил идти на выборы, ведь 4 года назад говорил, что это последний срок. Тогда была другая ситуация, ответил Артамонов. Я планировал подготовить себе преемника. Но за последний год ситуация очень сильно поменялась, и я не могу просто уйти. Альтернативные кандидаты есть, и это хорошо, но выбор за жителями области. Вот есть миллион человек жителей, и вдруг некому работать, некому возглавить область. Это абсурд. Другое дело то, что я ещё раз повторяю, чтобы вы это правильно понимали. Морального права я сейчас уходить не имею. Но если бы вы мне все сказали, и вдруг была бы такая возможность у всех жителей Калужской области. Да, Анатолий Дмитриевич, мы как-нибудь сами. Ради Бога. Ради Бога. Спасибо большое. Нет проблем. Значит, думаю, что это не так. Предновогодний праздничный концерт, а также сладкие подарки получили сегодня обитатели Калужского дома-интерната для престарелых и инвалидов. К ним в гости заглянул главный Дед Мороз в Калуге. Об акции «Радость в старость» репортаж Натальи Вепренцевой. Что такое праздник? Общее торжество и веселье, особое настроение, состояние души. Много ли надо, чтобы, к примеру, запомнился Новый год? Ёлка, подарки Деда Мороза и Снегурочка. В Калужский дом-интернат этот праздник пришёл на день раньше. У Деда Мороза много дел, встреч, но он нашёл время и приехал поздравить пожилых горожан. Помогали дедушке создавать настроение его внучка Снегурочка, юная артист и молодёжь из добровольческой группы «Радость в старость». Пришли они в гости не с пустыми руками. С декабря собирали подарки своими силами, силами добрых, неравнодушных людей. Это третий Новый год волонтёров в интернате. И без участия калужан, говорят они, праздник был бы не таким полным. Много приносят, многие ездят с нами, многие хотят поздравить лично, то есть очень отзывчивые. Как и в любом добром деле, главное – внимание. Дедушка очень старался. Пожилые калужане вспомнили, почему Новый год так любим в нашей стране. Откуда привозят ёлку и где живут помощники Деда Мороза. Добрые пожелания звучали не только на сцене. Здоровья, долгих лет жизни. А чтоб не болели, счастья, здоровья, чтобы у них всё было хорошо. С Новым годом поздравляем, счастья, радости желаем. После концерта Дед Мороз отправился к тем, кто не смог увидеть праздничную программу своими глазами. Снежную новогоднюю радость получили все, в том числе и Дедушка, который уже готов был мчаться куда-то, где ждут чудо, но успел таки сказать главные слова. Поздравляю всех тоже с наступающим Новым годом. Наталья Вепринцева, Леонтий Ким, Игорь Корнилов, телекомпания НИК-ТВ. Безопасные игрушки. Калужские школьники приняли участие в конкурсе «Ёлочка ГАИ». Госавтоинспекторы получили десятки игрушек, которые дети сделали своими руками. В итоге наряд из самодельных дорожных знаков, светофоров и полицейских машин украсили сразу две ёлки. В этом конкурсе ежегодно принимают участие более тысячи учащихся общеобразовательных учреждений. И огромное количество подарков, поделок, самых-самых разнообразных, направляется в управление ГИБДД. Мы отбираем лучшие из них. В данном случае это 33 таких работы. И детей поощряем поездкой в Этномир. Новая забава для юных калужан. В городском парке культуры и отдыха появилась ледяная горка. И сразу же стала любимым местом для всех, кто предпочитает активный отдых на свежем воздухе. Горку построили в виде замка, стены которого украшены рисунками. Очень нравится, веселая. Я никогда в жизни не видела такой длинной горки. Очень хорошо. Очень понравилось здорово детям. Спасибо вам. Это дойдет сразу в праздничное новогоднее настроение. Здорово. Была бы еще большая для взрослых, была бы еще лучше. Хорошая. Мне нравится. А чем нравится? Ну, что там она быстрая. Большая. Там все ледяное. Там трон снежной королевы. Там рисунки разные. Мультик даже такой есть. Зажигаем на празднике. На сайте НАСА опубликованы предновогодние снимки и видео, на которых земля светится миллионами огней. Перед Новым годом и Рождеством многие украшают свои дома, улицы, зажигают иллюминацию. Таким образом, в празднике яркость света с земли намного больше, чем в обычные дни. В некоторых пригородах интенсивное сияние увеличилось почти на 50%, а в крупных городах на 30%. Ну, а сейчас пришло время поговорить о спорте. Ко мне присоединилась моя коллега Валерия Кузнецова. Валера, здравствуй. Твои новости сегодня будут как-то связаны с Новым годом. Добрый вечер, Катя. Ну, праздник уже, можно сказать, на носу. Спортсмены, тем не менее, не приостанавливают свои деятельности. Есть планы даже уже на первый день нового 2015 года. Но обо всем по порядку и уже через несколько секунд. Лыжный сезон открыт. В Обнинске прошли первые соревнования этой зимы. Проверяли лыжню около ста спортсменов со всей области. Подробнее о том, кому лучше удалось подготовиться к начальным стартам, в нашем следующем сюжете. Столбик термометра опускается на непривычно низкий для этой зимы показатели. А калужские лыжники готовятся к первому старту домашнего сезона. Наступление соревновательной погоды пришлось подождать. Изначально организаторы планировали пригласить спортсменов в Обнинск еще 21 декабря. И только в последнюю субботу года план все-таки осуществился. Мы готовились очень основательно. Мы ждали, когда наши строители нам позволят, когда погода, когда снег. Но все нормально. Видите, сегодня у нас большой спортивный праздник. Каждый ставит свои задачи. Кто-то ставит задачу участия. Кто-то проверит свое состояние, форму. Кто-то набирает еще. Кто-то еще только начал вкатываться. Ну, а кто-то просто пришел и решил пробежаться, оздоровиться. Со своими целями и задачами на старт вышли около 100 человек. Для кого-то соревнования оказались первыми в сезоне. Но были и те, кто уже успешно справился с текущими задачами. Майя Якунина накануне вернулась с главного лыжного старта страны. А ранее она проявила себя в Сыктывкаре. Теперь Майя готовится к участию в юношеском зимнем олимпийском фестивале в составе сборной России. Тем не менее, калужские старты спортсменка не пропускает. Нужно было набрать рейтинговые очки для участия в международных соревнованиях. Потому что это фестивские соревнования. Ну и, в общем-то, мы что планировали, выполнили. Так, пробежали достаточно хорошо. Показали такой хороший уже взрослый уровень. 12-го они вылетают в Цурих. Оттуда переезжают в Италию на 12-дневный сбор. Оттуда сразу в Австрию. Олимпийская деревня будет. Потому что это соревнование, они под эгидой Олимпийского комитета. Жить они будут в Олимпийской деревне в Австрии. И сами соревнования непосредственно в Лихтенштейне. Открытие сезона в Наукограде дало старт и ежегодному Кубку Обнинска. На дистанции 2,5 километра свои силы проверили юные участники. Их старшие товарищи по лыжному цеху распределили позиции на 5 километрах с свободным стилем. 5, 4, 3, 2, 1. Верхняя ступень подиума оказалась неоспоримым в распоряжении Майи Якуниной. На ступень ниже поднялась она Аверина. А третье место заняла Юлия Якунина. Мужские результаты были куда плотнее. Здесь победу одержал Алексей Дерябин. Валерий Петров стал вторым. А с секундным отставанием финишировал Александр Славутский. Валерия Кузнецова, Александр Булыркин. Телекомпания НИКТВ. Обнинск. Продолжаются матчи первенства России по хоккею среди команд 2003-2004 годов рождения. В зоне регион-центр первое место занимает коллектив школы «Космос». В рамках девятого тура «Космос» встречалась с хоккеистами из клуба «Лиски» в Воронежской области. Калужане победили со счетом 7-1 и 6-2. В начале второго круга первенства России наша команда находится на лидирующей позиции в турнирной таблице. 10-11 января «Космос» подведет две домашние встречи хоккеистами из Липецка. Начать Новый год можно вместе со спортом. Такую задачу на первое утро года ставят перед собой любители бега. Во главе альтернативного праздника калужанин Дмитрий Покреский. Подробнее о целительных свойствах таких занятий расскажет Анастасия Юрко. Каждый год 1 января, когда страна еще отходит от гуляний, компания из нескольких десятков человек бегает вокруг водохранилища. Инициатор этих пробежек Дмитрий Покреский. Когда перевалило за 50, у него возникли проблемы со здоровьем. И чтобы прожить еще хотя бы пару десятков, поменял отношение к жизни. Бег – это такой кафе, который невозможно ничем заменить. Энтузиазм, энергичность, свежая голова, крепкий сон, нормализация сердечно-сосудистой системы. Дмитрий не устает перечислять преимущества, которые привнес в его жизнь бег. Испытав его целительную силу, он не устает приглашать в свою компанию других. Побежим не быстро, потихонечку. Каждый найдет свой темп подходящий. Не обязательно бежать весь круг. Можно пробежать поменьше, 3 километра. Но главное, что-то сделать для себя, для своего здоровья. Это будет здорово. Разминка, чай в термосе, живое общение. И самое главное – отличное самочувствие. Дмитрий уверен, что первоянварская пробежка подарит всем участникам заряд бодрости на весь год. С появлением Дмитрия Сергеевича на нашей телекомпании мы буквально все заразились здоровым образом жизни и бегом. И 1 января мы уже договорились встретиться на вертолетной площадке возле водохранилища. Приглашаем и вас присоединится. Анастасия Юрко, Никита Богадов, телекомпания НИКА-ТВ. И это все спортивные новости на сегодня. Лер, предлагаю присоединиться к этой акции. Я думаю, стоит поддержать. Идеи, правда, хорошие. Но мы благодарим вас за внимание. До встречи в следующих выпусках. И с наступающим Новым годом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова